Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это небольшой ролик касаемо новостей The Isle of Rima. Как обычно, хочу поблагодарить всех донатеров и спонсоров на канале за финансовую поддержку, а также всем нашим патреонам на Boosty. Спасибо, друзья! Итак, начнем, наверное, с того, что вышел патч, над которым так усердно и долго разработчики трудились. Патч в основном коснулся нового роста динозавров, диет, выносливости и на другие изменения в игре. Кстати, для тех, кому интересно, в нашей группе ВК и Дискорде есть пост обязательно к прочтению. Либо можете сами почитать в Стиме в публикации. То, что я рассказывал в предыдущих новостях, это все пока в планах и будет добавлено в будущем постепенно. А то, может, многие надеялись увидеть что-то ранее. Нет. Далее. Как вам такое, друзья? Еще одна моделька Каннибала. Скорее, я бы сказал, затравка, которая, возможно, будет реализована когда-нибудь во Вриме. Вышел концепт Камарозавра, будущего Зауропода во Врима. Как по мне, отличие от Легаси я на нем не заметил в плане боевки, наверное. Хотя кое-что новое есть, но в остальном можно увидеть интересные механики. Пробежимся по Камарозавру. Типичный Завропод из Северной Америки обитал в юрском периоде 155-145 миллионов лет назад. Длина 15-18 метров. Масса 15-47 тонн. По версии Легаси. Вес 12 тонн. Удар в ньютонах 130, скорость 20 км в час. Отличный силовой удар хвостом, который потрошит первый тир взмахом и наносит немалый удар второму-третьему тиру. Также мы знаем, что при беге на шифт она наносит ущерб по противнику, то есть она топчет. Своих можно запросто убить. Также имеет силовой, вставая на задние лапы. Думаю, многие игроки знают Камару в Легаси. Так что переходим плавно по версии Эврима. Жаль, нельзя сравнить рост Камары с тем же Гигой или Рексом в Эврима. Но как мы видим, что те же Дилофазавры смогут отлетать от фулл Камары, как семечки. Плюс тут я отмечу сразу новый удар ногой у Камарыча, способный сломать кости у противника. Также, в сравнении, скорее всего, с Альберто Завром, как я понял, пишите, если что, в комментариях, если я ошибся. Это громадная машина. И тут уже знаменитый и старый удар хвостом. Вот здесь интересно. Гиганты смогут сражаться между собой? Это, как знаете, система спарринга, будущая у Диаблоцератопсов. Но, скорее всего, так в моем личном понятии. Прикольно, однако. Таким гигантам, как Камарозавры, будет очень достаточно легко перейти реки на карте. Благодаря огромному росту они просто будут переходить по дну рек, не заморачиваясь, оно и понятно. Здесь, конечно, я бы сказал, что Камарозавры валят деревья. Об этой механике мы слышали, но здесь совсем иное. Они добывают себе пищу, которая будет расположена на определенных деревьях. Скорее всего, какие-нибудь там, знаете, фрукты или что-то непонятное. Ведь мы видим даже на земле разбросанное некое количество. Детеныши Камарозавров, конечно, будут в опасности от того же первого тира. Омнираптор наблюдает в кустах, когда детеныш отделится от взрослого родителя. Но здесь можно наблюдать еще интересную механику, птеродактиль и искусственный интеллект. Но зная, что в будущем даже эти падальщики будут игровыми, они садятся на спину этого гиганта. И если это будет даже сделано просто по фану, это будет выглядеть безумно круто, на мой взгляд. Это оживит геймплей и придаст сочности. Теперь предлагаю взглянуть на новую систему спарринга Диабло Цератопса. Просто без комментариев, наверное, еще не завершенную до конца. Может, Донди что-то скрывает, но уже близко к финалу. Комментарий лично от меня. Это секси. Комментарий лично от меня. Так, почти подошли к финалу. Новая анимация, будущая стойкости Газавра плюс удар хвостом. Все это можно будет делать просто стоя на нем. Новая анимация, будущая стойкости Газавра плюс удар хвостом. Многие спрашивали про Юта Раптора. Что там? Отвечу. Да, концепт по нему будет в скором будущем. Ну, как-то так. Палец вверх, подписка на канал. В общем, колокольчик, все дела. Ну, ты знаешь. Все. Всем хорошего выживания. Субтитры сделал DimaTorzok